Цепилова Екатерина Валерьевна. Екатерине Цепиловой в скором времени предстоят приятные хлопоты. На полученные деньги они с мужем планируют купить квартиру в большей площади, чем та, в которой живут сейчас. Скорее всего на расширение жилья. Будем расширяться. У нас двое сыновей уже охотяем свое пространство по своей комнате. Думаем как бы на жилье. Так вроде пока. Особо конечно не задумывались, но скорее всего на жилье. Программа по поддержке молодых семей в России начала действовать с 2007 года. Денежный сертификат выдается матерям, родившим двух и более детей. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, детское образование или направить на будущую пенсию мамы. И несмотря на то, что использовать маткапитал можно только на эти цели и по безналу, некоторые вопреки закону пытаются обналичить сумму. В случае мошенничества в этой сфере происходит часто. Нередко встречается объявление о помощи в обналичивании материнского капитала. Значит на практике что происходит? Могут заключаться договоры займа целевого на приобретение вообще несуществующих домов. Либо жилья непригодного для проживания. Это дома ветхие, с большим процентом износа. То есть все это конечно же является незаконным. С 2011 года помимо федерального бюджета помощь семьям оказывает и Свердовская область. За рождение третьего ребенка выдается сертификат на 100 тысяч рублей. Тут список целей, на которые можно потратить деньги немного шире. В Свердловской области расширенный список пользования материнским капиталом. Кроме строительства, реконструкции жилых объектов, средства материнского капитала можно потратить на оплату медицинских услуг, на оплату образовательных услуг, на приобретение садов, дач и земельных участков под садовое и дачное строительство. Правда, получателям в основу материнского капитала ставят одно условие. Деньги можно потратить только на территории Свердловской области. Дни открытых дверей для горожан в Первоуральском пенсионном фонде проводят регулярно. В закон о материнском капитале периодически вносят изменения, и их необходимо пояснять. Такое информационное мероприятие действительно мы уже проводим, ну, даже не то что ежегодно, а, наверное, раза два в год, потому что изменений именно в материнском капитале достаточно много. Они идут, в общем-то, достаточно регулярно. Поэтому мы стараемся информировать наших слушателей обо всех изменениях и напомнить какие-то уже устоявшиеся нормы федерального закона. Программа государственной поддержки молодых семей продлится до 31 декабря 2016 года. Будет ли она продлена и продолжит ли работать в нынешнем виде, остаётся под большим вопросом. Алексей Николаев, Влад Черноусов, Интера ТВ